Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Ирия и мы продолжаем с вами заниматься по нашему плейлисту о свойстве плюс плюс самостоятельно за 21 день. Занимаемся по одноименной книге Ситхард Харао и сегодня у нас с вами использование интеллектуального указателя STD Unique PTR. Если не смотрели непонятные предыдущие ролики с 26-го занятия, в которых мы ничего не поняли про умные указатели, то по ссылочке в описании обязательно переходите в начало, потому что и там-то было непонятно, и скорее всего сегодня то ли будет непонятно, но мы с вами учимся, поэтому когда-нибудь мы точно что-нибудь поймем. В любом случае, если не смотрели начало, то все-таки посмотрите с первого занятия, ну в смысле с 1-го 26-го занятия, да по ссылочкам в описании, потому что действительно информация сложная для понимания и вот это вот все, поэтому вот лучше вот так. Ну а кто смотрел, тот красавчик. Сегодня мы с вами займемся этой темой, но перед тем, как мы ей займемся, как обычно, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что важно не понимать мне ни одному, а вместе с вами не понимать, поэтому ставим лайк, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик. Ну а самое главное это то, что за последние 28 дней контент с подпиской посмотрели 52% зрителей. Результат замечательный, но наш с вами челлендж 60%, поэтому не ленимся, нажимаем на колокольчик, если нравится программирование, если нравится C++, если вот это вот все дело нравится, вам обязательно нужно здесь быть. Окей, вот такое вот начало, и сегодня у нас с вами использование интеллектуального указателя STD Unique PTR. Классы STD Unique PTR на выведение стандарта C++11, он несколько отличается от класса Auto PTR тем, что не допускает копирование и присваивание. Замечательно, еще бы класса Auto PTR посмотреть где-нибудь, а то его в книге даже не было, ну да ладно. Чтобы использовать класс Unique PTR в исходный текст программы, необходимо включить соответствующий заголовочный файл Include Memory. Класс Unit Unique PTR, это простой интеллектуальный указатель, подобный представленному в листинге 26.1. Что там у нас было? 26.1, давайте вспомним. У нас был класс, был указатель в private секции и, соответственно, перегружены операторы. И все вот это вот. Ну, как будто бы ок. Как будто бы вспомнили. Но с закрытым копирующим конструктором и оператором присваивания. Но с закрытым копирующим конструктором. То есть вот этот наш, где он? Его здесь не было, что ли? Нет, вот копию конструктор, вот он. Он будет в private секции, да? И, соответственно, и оператор присваивания. Здесь оператор присваивания мы... А, нет, вот он. И оператор присваивания тоже у нас в private секции. В этом unit. Unique PTR. Хорошо. Чтобы запретить копирование при передаче его в функции по значению или при присваивании. Хорошо. Его применение демонстрируется в листинге 26.4. Вот это я люблю. Начинаешь, почитал 2 минутки, а потом код. Вот это я люблю. Это мне нравится. Стрень такой замечательный. Надеюсь, вам тоже передается. 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 Тем хорошего, как говорится, настроение. Ладно, окей. Открыли тридурзработку, поехали писать. Что нам сегодня с вами понадобится? Нам с вами понадобится в директиве при процессоре и в стрим. Будем, видимо, что-то выводить на экран. Ну и, соответственно, memory. Memory, чтобы работать с нашим умным указателем. Для использования... Здесь даже комментарий есть, но давайте. Для использования... td... tunit... td... tunit... ttr... ttr... for using... for use... for use... Когда-нибудь я научусь вот это вот... using... use... Когда, в каких временах все это дело используется. Ладно. Далее у нас using namespace std. Далее у нас на четвертой строке кода будет класс. бивая им класс называемого fish рыбный класс у нас будет рыбный класс в котором паблик секция будет конструктор которым особо то ничего такого и нет есть просто вывод сообщения есть вывод сообщения через out из создан лишь сразу напишем при или мэй я не знаю как там интересно я вчера задался вопросом в чем разница мэйк и creed в чем разница полгода проверим билд еще да есть построен рейд в этой игре ты можешь создать персонажа интересно ну в общем создан да будем отталкиваться от этого и соответственно в деструкторе будем писать fish destroyed правда я не напишу наверно на английском уничтожен знаю что не строится как и строит окей вот такая вот история у нас получается и вы скобки есть у нас конструктор есть деструктор паблик секции и есть у нас с вами паблик секции также еще метод свим плавать рыбы то у нас с вами умеет константный метод который тоже просто выводит на экран рыба плавает плавает в воде 2 кстати здесь тоже in line и забыл line и здесь поправим это дело ну типа того так вим констант плавает в воде свим in вот чему флоп флотин ну ладно называется метод свим флотин ну да ладно не будем мы тут полиглоды с вами что ли или где так ладно правят секции у нас вообще не будет в этом пасе чисто такой легкий класс далее у нас функция функция make fish swim make fish ты make fish swim которая будет принимать константный константный вот этот наш юнит петер юник юник юникуя юнит поинтер с объектом fish и соответственно посылки это дело как обычно in из ходящая рыбка он будет или этой функции мы ничего практически не делаем кроме того что обращаемся к нашему винк о как in уж пишем in fish swim интересно дайте дайте посмотреть свитильно есть действительно есть прикольно это вот об этом договорилась прошлый раз где-то мы такое уже производили и возникали вопросы потому что мы этого не видели но где-то такое было а как где это была где это было где это было где это было когда мы планировали помните у нас была виртуальная функция в одном здесь склон виртуальная функция для копирования и мы такие обращались тут и были непонятки а теперь вот оно дело понятненько теперь нас есть метод но он про не виртуальный но он входит значит наш класс и соответственно они подождите там-то было совсем другой да там у сурса не у нашего класса у приходящего поэтому он должно быть виртуальный здесь так как он не виртуальный обычный метод вот мы к нему через оператор после нового обращения и обратились да так ну как-то так окей шум пока все как будто бы даже понятно так приятно когда что-то понятно поехали у нас с вами будет в эти напишем его рукой и у никуя умный pointer который будет у нас принимать объект класса fish умная рыба будет называться smart fish и в нее мы будем создавать мы будем создавать new fish до новую рыбку хорошо на 22 строки кода мы будем нашей smart fish при помощи нашего косвенного обращения обращаться к свин и смотреть мы создаем класс фиш и она должна плавать плавать плавает она как в воде да окей здесь пока понятно и далее мы используем нашу функцию мы а интересных make fish свин и передаем сюда наш smart fish мартфиш используем использует ссылку использует ссылку ну использует ссылку понятно вот эту ссылку использует наш объект smart и хорошо the link так а дальше у нас это нам показывает пример видимо плохого использования правильно понимаю все понимаю точнее неплохого использования как она работает нибудь так сдаем еще один объект класса и не пойнтур р ишь копии марк ишь папе smart fish и здесь но этот комментариях да у нас показывается что наш копе smart fish сейчас не сможет произвести копирование наши нашего smart fish а потому что у него соответственно закрытый оператор копирования и и у нам вы выведет ошибку что функция оператор оператор равно конст про 3 то то да но 2 референдит из-за длитит он шин и тыс а длитит фанкшин в общем говорит что наш оператор присваивания а то то правда здесь не особо я вижу чтобы он сказал что он типа закрытый но передается не по ссылке до канат бери френд и по без без ссылки вот так делать это так делать нельзя так ветер ноль хорошо но здесь как будто бы ок то есть чем мы здесь сделали мы подключили в начать два заголовочных файла я стримы memory memory для работы с классом юнипойнтер и unique unique point и стрим для того чтобы выводить что-то на экран далее мы создали обычный класс нашей рыбки но используем пространство минус т.д. соответственно и в паблик секция писали конструктор деструктор который просто пишут нам на экран что к рыбка создана и рыбка уничтожен и есть у нас открытый метод свим который выводит нам также на экран сообщение о том что плавает водички рыбка также у нас есть метод который принимает константную ссылку на объект нашего фиша и соответственно все что он делает это обращается к нашему методу свим из нашего класса и ну то же самое выписывает далее функции main мы создаем с вами объект класса нашего умного поинтера кстати у меня вначале был вопрос почему вы видите здесь кстати неспроста деструктор сделал у меня был вначале вопрос типа когда я увидел здесь new fish я такой блин а где же дэлит да а потом понял что это же smart pointer у нас он же сам вызовет дэлит после того как вызовется деструктор и поэтому мы это сейчас увидим в программе замечательно вот соответственно здесь мы вызываем у нашего smart fish просто обращаемся к методу свим и смотрим что она действительно плавает потом мы через функцию обращаемся при помощи ссылки до ссылки передается и всего кстати если мы здесь ссылку берем все сломается потому что здесь нам выше писали что закрытым копирующим конструктором императором присваивания чтобы запретить закрепить запретить копирование при передаче его функцию по значению или при присваивании то есть вот вариант когда мы копировать не можем потому что вот а то то так делать да и вот вариант когда мы не передаем по ссылке тоже плохо да то здесь нам окей make fish swim использует ссылку ссылочку не забыли вставили лады ну а здесь соответственно делать так а то так вот ну хорошо хорошо понятненько да понятно здесь создали обе smart fish и не смогли его скопировать потому что оператор присваивания в закрытом полях private полях private класса unique ptr буду даже понятненько как будто вы даже понятненько вот туда вот это не значит кто не ждал ставьте лайк что поймет что-то в листинге хорошо ладно давайте запустим посмотрим как это дело будет работать смотрим получается запускаемой программы создаем объект у нас создается вот здесь рыбка хорошо далее нам показывает что рыбка плавает и еще раз показывает что рыбка плавает ну и после того как она отплыла два раза она у нас но после выхода из программы соответственно пишите строй давайте посмотрим еще в отлочке попялимся как это дело происходит когда вызывается деструктор соответственно пришли сюда создали объект зашли в конструктор создали объект мол цик далее мы обращаемся нашему свиму свим напечатали сообщение все прекрасно далее мы используем еще раз наш ну точнее мы используем функцию make sim заходим make sim заходим сюда перебежали сюда здесь закрыли далее мы просто создали объект на ничего не сделали здесь мы return 0 и теперь у нас есть деструктор который освободил почистил помыл и все это сделать красивый взял ой как приятно когда что-то понятно но замечательно окей понятно все понятно все прекрасно и замечательно де строит все прекрасно поехали по анализу посмотрим анализ рассмотрим последовательность вывода обратите внимание при том что объект который указывает кстати подождите я хотел у нас же не создавалась вот эта рыба вы поняли я только сейчас такой понял вот сейчас еще раз пробежимся copy smart а как она а где она вообще пустая то есть он даже как бы не создавался что ли интересно прикольно замечательно ну-ка 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 подожди-ка давайте здесь вот не пишешь еще забахаем ну понятно что мы просто создали новый объект на просто так и интересно что-то стало да и вот здесь она уже создалась и два раза уничтожились две разных прикольно а то есть он как он просто нигде этот смо ну вот этот вот copy smart видели там какая-то такая штука написано что он пустой так можно через f10 пожалуйста вот смотрите здесь понятно пока тут smart fish и там туда-сюда все это прекрасненько вот здесь вот мы переходим на следующий шаг и у нас наш копирующий просто empty пишется что он пустой что там ничего нет default delete прикольно то есть там ничего нет вообще то есть он даже как то есть он как бы создался но как бы где вообще но у нас на стеке и так где-то где-то на стеке есть забавно ладно так вот рассмотрим последовательность вывода обратите внимание при том что объект на который указывает указатель smart fish был создан функцией main он был как и ожидалось освобожден автоматически без явного вызова оператора дэлит каково поведение класса юнит юник pointer выходящий из области видимости указатель освобождает выходящий из области видимости указатель когда мы после ритю когда мы return 0 и 0 вышли из области видимости указатель освобождает объект которым владеет с помощью деструктора но мы этим убедились увидели прошел прекрасно замечательно которым владеет с помощью деструктора обратите внимание как в строке 23 давайте обратим внимание можно передать указатель smart fish в качестве аргумента функции make fish свим здесь нет копирования поскольку функциям x fish свим получает параметр по ссылке а как это вот теперь стало еще понятней почему ссылку сюда нельзя потому что если бы ну как бы вот что сейчас у меня в голове наверное я думаю что это так оно и есть потому что если бы мы передавали как что-то сюда не посылки то этот объект должен был бы скопироваться а у нас копирование конструктор копирования в закрытой секции день и соответственно мы не можем обратиться вот этому вот всему хотя здесь немножко другая ошибка но в любом случае а ну вот смотрите вот он вот он ругается как будто бы просто я подумал то что раз у нас писалось об этом или я что-то выдумал уже про конструктор копирования так но закрыт а ну да вот копирующим конструктором и оператором присвоим то есть по идее чтобы мы если я правильно все понимаю чтобы вот если бы мы сюда передавали просто какой-то объект класса ну просто не в пдр в нашу да сейчас не бум на указателя просто куда-то в нашу функцию то тогда вызывается копирующий конструктор и через него копируется в нашу функцию наш объект и потом с ним что-то происходит сады году как будто бы так-то и соответственно раз наш копирующий конструктор в закрытом поле в юнк pointer но мы сюда не можем кроме как посылки ничего передать потому что это то а посылочки можем потому что копирование нет и полетела и отличненько все как будто бы такие мысли в голове так так вот соответственно что там у нас где это здесь нет копирования поскольку функция make fish swim получает параметр посылки смотрим стопу 13 до только что посмотрели если вы удалите символ ссылки от а то уже делали из строки 13 то немедленно получите ошибка компиляции поскольку копирующий конструктор закрыт и недоступен вот . хорошо нравится так аналогично присваивание одного объекта класса и не pointer другому как показан строки до 6 также не разрешено благодаря закрытому оператору копирующего присваивания и лишь а вот можешь когда хочешь когда получается приятно же приятно таким образом указатель класса unique pointer безопаснее чем указатель класса автопоинтер который мы даже не видели вообще ныне не рекомендован к употребляю бы показал нам один листинг что это такое вообще и сказал не надо так делать как про что так было помните когда-то давно сказали забудьте осуждаем никогда не используем блин про что это было про что это было помните нет каком-то занятие было прям осуждаем не используем а про что было не помню если помните пишите в комментариях так соответственно таким образом указатель и бла-бла-бла да у кей который ныне не рекомендован поскольку не делает не поскольку не делает недействительным исходный объект интеллектуального указателя во время копирования или присваивания тем не менее он же обеспечивает простое управление памятью освобождая объект во время уничтожения и интеллектуального указателя хорошо листине 26.4 показано что юнг pointer не поддерживает копирование copy smart ошибка однако семантика перемещения поддерживается таким образом следующий вариант кода работает семантика перемещения а у нас было вообще семантика перемещения в этой книге не помню было ну в общем можно вот перемещать до объекта в объект хорошо если вы хотите написать лямбда выражение с захватом используйте в захвате ст дымов при что поддерживается начиная со стандарта си плюс плюс четырнадцать хорошо не огорчайтесь если приведенный выше код кажется вам излишки излишне экзотическим он и в самом деле сложено использование использован на нем конструкция скорее всего большинству профессиональных программистов и в практике никогда не встретиться тогда даже рассматривать не будем убрешь при написании многопоточного приложения используйте классы стадо шар от ptr и wake ptr предоставляемые си плюс плюс 11 совместимыми библиотеками они облегчают безопасность с точки зрения многопоточность совместим используем бект на свою щечку ссылку очень интересно говорить про многопоточность когда у нас даже вот как бы от его вообще такого не было так ага смотрите-ка что тут у нас у нас тут конец популярной библиотеки интеллектуальных указателей очевидно что версия интеллектуального указателя предоставлено предоставляемого стандартной библиотекой не в состоянии удовлетворить требования каждого программиста поэтому имеется множество библиотек интеллектуальных указателей библиотека boost предоставляет набор хорошо проверенных и документированных классов интеллектуальных указателей не слышите там у меня качает музло на улице обожаю вот этих ладно в общем получить подробную информацию бы не только указателей boost и загрузить их можно по адресу boost точку но и это было на время там написание книги дать сейчас наверное там что-то подделали у нас уже стандарт и все окей вот ну в общем как то тогда подошли мы к концу нашего занятия вроде бы было даже понятненько и замечательно на следующем занятии у нас будут с вами вопросы-ответы будут контрольные вопросы будут упражнения я думаю сразу же здесь потому что у нас здесь хотя нет вот во втором что-то не так да используйте класс я просто думал объединить это все в одном ну значит нас будет отдельно по как обычно по вопросам и ответам и отдельно по упражнениям но в упражнениях будет одно одно видео потому что там два по отладке и одно просто вот что-то там передайте объект как указатель и отметьте рекомендаем срезку если таковая имеет место срезки про вот эти тоже бы как-то что-то вспомнить да но в любом случае сегодня было хорошо и как будто бы даже понятно поэтому я призываю вас поставить лайк и подписаться на канал потому что но почему бы и нет вот напоминаю что за последние 28 дней мы контент подписка посмотрели до 52 процента зрителей результат замечательнейший но наш с вами челлендж 60 процентов поэтому если нравится программирование если нравится разбираться в си плюсах и всем вот этот вот не забывайте подписываться на канал потому что здесь будет много всегда контента вот по си плюсам просто получаем удовольствие изучаем и получаем удовольствие учимся страдаем но иногда получаем удовольствие любом случае где зовут илья это канал изучает си плюс плюс вместе увидимся с вами в следующем ролике обращайте внимание на описание там есть полезные ссылки на другие плейлисты и тому подобное и увидимся с вами в следующем ролик пока